МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Алексей Андреев. Глава республики Михаил Игнатьев встретился с депутатами районных собраний и сельских поселений сразу трех муниципальных образований. Рабочая поездка началась с Яльчикского района. Районы Чуваши анализируют итоги 2014 года. Что сделано, сколько еще предстоит сделать и какие ресурсы необходимо для этого задействовать, обсуждают депутаты сельских поселений и районных собраний, глава администрации, а также руководители коммерческих организаций. То есть те люди, которые ответственны за экономическое и социальное развитие территории. Основными вопросами стали сбалансированность бюджета в 2015 году и меры по обеспечению устойчивого развития района. Михаил Игнатьев призвал всех присутствующих к открытому и честному разговору. Еще раз посмотреть на доходную часть бюджета по муниципалитетам, по расходной части бюджета, потому что определенные цифры, отдельные цифры нам надо корректировать с учетом тех процессов, которые происходят в экономике, в финансовой сфере, с учетом удорожания кредитных ресурсов. Руководители органов исполнительной власти охарактеризовали динамику социально-экономического развития района и региона в целом. Сегодня оборот организаций увеличен на 13% за 2014 год. И два месяца показывают положительную динамику текущего года. Промышленное производство на 18%, все предприятия сельского хозяйства сработали с прибылью. В целом индекс сельского хозяйства тоже значительно выше, чем по республике. Плюс заработные платы по всем категориям, как в бюджетной сфере, так и в экономике выше. Если в экономике на 9% по району, то по социальной сфере это от 5 до 20% с ростом. Плюс тот же показатель, что район работает, это собственное налоговое поступление. Сегодня по итогам 2014 года у вас налоговые поступления выросли почти на 4%. Тем не менее, по некоторым направлениям необходимо усилить работу. В качестве основных антикризисных мер были названы оптимизация бюджетных расходов, повышение эффективности использования муниципального имущества, а также поддержка реального сектора экономики. Анастасия Алексеева, Расиль Мухаметов, Республика. Республика может спать спокойно. Преступления в Чувашии совершают меньше, чем в Среднем по России и Привозскому федеральному округу. Об итогах ушедшего года говорили на Координационном совете по обеспечению правопорядка. На 10 тысяч жителей 11 преступлений. Это хороший показатель для региона. По итогам прошлого года безопаснее всего оказалось жить в Яльчикском и Комсомольском районах. Ну а больше всего преступления совершали в Козловском районе и Чебоксарах. В основном в 2014 закон нарушали те, кто уже делал это ранее. А стимулирующим фактором нередко был алкоголь. Несмотря на стабильную криминогенную обстановку, стражи порядка не расслабляются. Активная борьба шлая с преступлениями в сфере экономики, как результат 100 уголовных дел. Среди них 48 преступлений, совершенных лицами ответственными за реализацию государственных целевых программ. Кроме того, выявлено 492 преступления коррупционной направленности. По обеспечению ущерба составило на сумме 523 миллиона рублей. Одно дело привлекается к уголовной ответственности, и другое дело размещается причиненный материальный ущерб и государству, и всем тем, кто пострадал. Есть и проблемные моменты. Министр внутренних дел обратился к членам Совета с просьбой сохранить финансирование программ правоохранителя направленности. Ведь речь идет о безопасности жителей региона. Ольга Пырочкина, Расиль Мухаммедов, Республика. В списках только женские имена. Глава Республики вручила государственные награды прекрасной половине человечества. На эту церемонию не было приглашено ни одного мужчины, за исключением операторов, главы города и сотрудников администрации Михаила Игнатьева. Такое случается только накануне 8 марта. Сегодня в Доме правительства звучали фанфары для 25 героинь. Учителя, медики, журналисты, артисты, сотрудницы промышленных предприятий. Многие получили награды Российской Федерации. Большинство – звания заслуженных работников республики в разных отраслях. Одной представительнице прекрасной половины человечества вручили знак отличия за безупречную службу в органах местного самоуправления. Глава Чувашии отметил, что сегодня развитие региона невозможно представить без инициативных женщин. И совершенно неважно, в какой сфере они трудятся. Вы своим примером убедительно доказали, что современная женщина может добиться успеха во всех сферах жизни общества. И государство должно поддерживать вас в этих устремлениях. Работая в должности президента и главы Чувашии все эти годы, я отдавал и отдаю свои силы, чтобы на Чувашской земле было комфортно жить, трудиться, создавать крепкие семьи. У меня стимул работать еще лучше, эффективнее. И хотел бы поздравить милых дам с праздником. Будьте всегда красивы, любимы и успешны. Участницей этой церемонии стала и доцент кафедры вокального искусства Чувашского государственного института культуры Агриппина Иванова. Она получила звание заслуженного работника культуры России. Познакомилась с ней и наша съемочная группа. Прям в космос споем. Заслуженный работник культуры Чувашии, а теперь и России, Агриппина Иванова поет, сколько себя помнит. Развить талант ей помог педагог музыкального училища Станислав Кондратьев. Агриппина Зосимовна называет его вторым отцом. Затем была учеба в Казанской консерватории, а теперь она и сама преподаватель. Талант педагога я еще почувствовала в детстве, даже в классах пятых. Даю корову, хлебушек несу, коровушка смотрит. Ммм, говорит, я глажу по бокам, там же ребра. Ммм, и чувствую, у меня руки вибрируют, и ребра коровы. Ой, думаю, у меня же тоже ребра есть. Ммм, и вот я на себе мычание коровы тоже произвожу непроизвольно. Тогда ведь я это не знала, что это резонирование, резонанс. То есть я училась у природы и старалась все от природы взять. Как бы птичек изображала я, как они поют, соловьи, как они заливаются. Все-все звуки я голосом пробовала. Агриппина Зосимовна преподает академический вокал более 30 лет. Сотни ее выпускников работают солистами в театрах России. Вот и Максима уже пригласили петь в Чувашский театр оперы и балета. Он очень благодарен судьбе, что попал в класс лучшего педагога. Где ты моя радость? Где ты моя участь? Мой педагог очень требовательный. Она очень хорошо и тонко все слышит. Должно быть, все должно быть идеально для нее. Чтобы ученик исполнял все правильно от начала до конца. Нигде не давать себе поблажки. Она не дает никогда себе поблажек и не дает ученикам. И учит их тоже быть такими целеустремленными. Сопрано, бас, баритон, тенор. Агриппина Зосимовна работает со всеми голосами. Говорит, методика одинаковая. С ее помощью можно превратить в хорошего певца даже человека, не обладающего природным даром. Вот у меня Сидорова Наталья была. Вот у нее в диапазоне 3-4 ноты было. И то они все беззвучные были. Представляете? Но девочка очень трудоспособной была. Мы сколько дыхательные техники проходили. Вечерами, забывая о времени, мы с ней смотрим время 9 часов. Ой, смотрим время 10. Вот. Я ей сначала все объясняю, рассказываю. А потом теперь говорю, давай на практике все это сделаем. Вот так научились петь. И в конце концов диапазон почти в 3 октавы стало. У Агриппины Зосимовны совсем мало свободного времени. Но она успевает посещать спортзал, проводить выходные с внуками и путешествовать. Мне трудно отделить личное от работы. Я вот честно клянусь, не кривя душой. Я вот счастлива. Вот настолько на студентов, на своих учеников, втрачу время и все свои силы, и здоровье, и знания больше, чем для своих детей. И поэтому мне очень трудно. Вот это у меня нету разделения. Мечта у меня, чтобы еще более профессиональных певцов выпустить. Вот моя мечта. Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни, сказал философ Конфуций. Агриппина Иванова – яркий пример этой цитаты. Мария Шоклева, Сергей Рябчиков, Республика. Я помню, я горжусь. О том, как важно хранить память о Великой Победе и передавать ее из поколения в поколение, говорили сегодня блогеры и журналисты Чебоксар. В этом году Россия отмечает 70 лет победы в Великой Отечественной войне. Журналисты и блогеры Чебоксар собрались в одной из полиграфических компаний города, чтобы обсудить подготовку к празднованию. Блокаты времен Великой Отечественной войны. И на основе их создали дизайн. Мы сделали открытки, календари, значки, футболки, клади, гравировку. К празднику в типографии сделали точную копию знамени Победы – официального символа Победы советского народа над фашистской Германией. Знамя Победы было выложено над Рестагом в 1945 году. Кантария и Егоров. На самом деле, как говорят, что было знамя просто красного цвета. А на следующий день, когда приехал кинооператор Хроники, они сами краской белой написали. В рамках встречи прошел мастер-класс по изготовлению сувенирной продукции. Из подготовленных деталей с помощью специального пресса каждый участник встречи сам сделал себе значок с символикой Дня Победы. В третий раз в Чебоксарах пройдет всероссийская акция «Бессмертный полк». Более 83 тысяч человек уже внесены в летопись на сайте мойполк.ру. Полиграфическая компания «Листок» вновь помогает жителям города готовиться к параду 9 мая. Мне кажется, что «Бессмертный полк» – это то, что объединяет нас вообще с нашей страной, с нашей историей и нас друг с другом. Мы считаем это очень важно. Наша компания, безусловно, присоединяется к этой акции. Мы уже в прошлом году печатали бесплатно портреты ветеранов. В этом году тоже для всех желающих. Все, кому дорога память фронтовиков, кто хочет пройти в колонии «Бессмертного полка», смогут здесь напечатать портреты дедов и прадедов. Заносите своих фронтовиков в летопись полка на сайте мойполк.ру и участвуйте в построении колонны 9 мая. Оксана Очкасова, Сергей Рябчиков, Республика. Безумные звездочеты и столичная красавица. Трогательную историю любви можно увидеть на сцене русского драматического театра. 7 марта там состоялась премьера спектакля «Безымянная звезда». Посмотреть спектакль раньше всех смогла наша съемочная группа. «Безымянная звезда» по этой пьесе румынского писателя Михаила Себастьяна снимали фильм, по мотивам произведения писали книгу о спектакле, шли на сценах разных театров мира. Теперь его увидят чебоксарские зрители. Теперь я могу узнать. Что? Вам я скажу, но вы никому не расскажете? Клянусь. Я открыл новую звезду. Где? На небе. Действие разворачивается в маленьком провинциальном городке. Однажды местный учитель астрономии заказал в столице невероятно дорогую книгу. Только вот с вокзала домой вместе с книгой он привез девушку, которую волей судьбы занесло в провинцию. Звездочет предложил красавице ночлег, и это стало самой удивительной ночью в его жизни. Большая медведь. Я никогда о ней не слышала. Разве вы никогда не смотрите на небо? Смотрю. Чтобы узнать, ясно ли погода. Не идет ли дождь? Не идет ли дождь? Ну надо же мне знать, как одеться. Какие туфли. Какие туфли? А на звезды вы никогда не смотрите? Их вы не видите? У меня нет времени. Чем вы заняты? О, не спрашивайте. Я теряю голову. А вечера? А вечерами я еще больше занята. Самое основное, ну инновационное, что здесь есть, это то, что здесь хореография не является вставным хореографическим номером, а здесь пластические номера являются связующей нитью, частью действия спектакля. Еще один момент, то, что главная героиня появляется в спектакле на пуантах. Для русского драматического театра это, наверное, ну что-то новое. Наверняка зрители будут сравнивать постановку с советским фильмом 1978 года и найдут много отличий. В Чебоксарах начались съемки нового фильма «Егор Шилов». О создании картины авторы задумались два месяца назад. Именно тогда был написан сценарий. Съемочная группа работает на натуре. Первые сцены снимали в кафе. Не обошлось и без участия известных лиц. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Разбивается тарелка, все собирают по осколочку. И в конце проекта, когда закончилась последняя крайняя сцена, приходят и складывают по кусочкам. Раз, два, три, два. После разбитой на удачу тарелки команда «Мотор». Съемки нового проекта Юрия Спиридонова начались в международный женский день. Авторы фильма говорят, картина станет их подарком прекрасной половине. Егор Шилов, история о любви и преодолении трудностей. По сюжету главная героиня становится свидетелем убийства. На девочку объявляется настоящая охота, но у нее появляется защитник, который готов бросить вызов преступникам. Других секретов режиссер пока не раскрывает, но уже уверен, что получится интересное кино. Глобальных сцен таких особо не будет. Все-таки это фильм о жизни, это не блокбастеровский фильм. Но у нас есть одна такая сложная сцена, где будет задействовано очень много народу. Это будет с выездом, но выезд у нас не за пределы республики. На трассу. Для исполнителей главных ролей съемки в этом фильме дебют. Юная актриса, взявшая себе известный псевдоним Таня Юн, признается. Было сложно вжиться в образ киношной Матильды. А вот актер Валерий Тарасов в своем герое нашел общие черты. Немногословный, спортивный, честный, по сюжету Егор Шилов, отставной военный офицер. Я служил в армии, ну правда это было давно, но я помню как сейчас все это, все эти моменты. И по идее у меня и жизнь такая же дисциплинированная. К этому я очень долго готовлюсь. Надо, я вспоминаю какие-то грустные моменты, когда я поругалась с родителями. Или что-то такое грустное случилось у меня. Я вспоминаю такие моменты и настраиваюсь. Мы с Юрием Николаевичем работаем над тем, над моим состоянием, над всем вот этим, чтобы меня настраивать к фильму. Саундтрек к этому фильму написал Рома Жиган. Авторы картины даже пригласили известного рэпера в Чебоксары. Несмотря на плотный график, певец на съемки приехал. Вообще, говорит он, сняться в кино мечтал давно. Жигану предложили небольшую роль в эпизоде. Сейчас в кино, как и все остальное, поднимается спорт, кинематограф, музыка. То есть индустрия развлечений должна развиваться. И мы те люди, которые можем этому посодействовать, это подтолкнуть в массы. Тут нужно реально работать, выкладываться, отдавать себя. Картину Егор Шилов создает национальная киностудия «Чувашфильм». Для съемочной группы это далеко не первый опыт. Сейчас готовятся к выходу на экраны и фильм обочина. К чувашской киноиндустрии сейчас присматриваются и в других странах. На презентацию новой картины приехали и гости из Турецкой Республики. Есть ряд турецких проектов, которые мы хотим реализовать с Чувашской Республикой. Сейчас они находятся на стадии переговоров. Мы видим амбициозные цели. Проекты очень интересные и будут востребованы в Турции. Первые эпизоды фильма Егор Шилов снимали в одном из столичных кафе. Съемочной группе приходилось работать даже в кромешной темноте. Чтобы добиться эффектной картинки, режиссер использовал в работе только два световых прибора. Эпизоды, которые были сняты сегодня в Чебоксарском кафе, авторы фильма называют ключевыми, но впереди у съемочной группы еще масса работы. Планируют снять не менее 20 сцен. Примера фильма Егор Шилов состоится на одном из фестивалей. Времени остается немного. Склеить разбитую тарелку члена съемочной группы планируют уже через полтора месяца. Медрик Ковалев и Расиль Мухаммедов. Республика. Это все, что мы успели рассказать. Более подробно о событиях дня вечером в 20.00 в программе «Республика». Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова